здравствуйте решил я сделать еще один репортаж связи с тем что большая гибель пчелы зима еще практически не началась сегодня 10 ноября вот листья вот облетают как бы но пчелы как таковой нет ее сожрал египтовирос но это мое предположение вот и практически треть если не больше семей отошло вот значит чтоб приспособить пчелу к данным условиям я занимаюсь разведением вот и чтобы закрепить нужные показатели приспособляемость к данной полезнее или условиям природе вот я вывожу от лучших семей вот чтобы более-менее показатели параметры эти закрепить ушло 10 лет вот были потяжи сильнее вот конкретно в этом году видите вот прицеп на нем вот тридцать четыре штуки осталось тут вот 10 вот я тут семью одну вскрыл вот я поближе покажу здесь практически пчелы его пригоршня осталось вот вот эту вот пригоршню надо соединить другим другой пригоршню матку соответственно убить вот и подсоединить дело все в том что у меня тут есть пару селекционных маток мной уже выведены это не покупные матки вот но пчелы нету и зимовать некому ударят морозы надо будет греть но жизнеспособная семья приблизительно самый минимальный объем это рамка пчелы ну или вот две улочки здесь вот совсем ничего нету я вот сейчас вот отодвину показать что внутри какой объем и как это все это выглядит вот вот неудобно одной рукой работать я постараюсь как такового уже нету казалось бы этот объем он не жизнеспособный и в природе бы он погиб но мне нужно пчела чтобы перезимовала другая матка и чтобы от нее взять поколение и заново восстановить пасеку вот для этого надо найти и убить матку вот я достаю вот это вот все что осталось от пчелы а вот она вот она и матка ходит вот я сейчас покажу ходит бродит сейчас мы это дело прислоним вот она маточка дело все в том что если перенесем матку они перебьют друг друга вот она матка мы мы ее уничтожили убрали вот значит обычно они все слетают все полностью это опустошительный слет по-русски говоря расплоды я тут совсем не вижу вот эту вот пчелку мы взяли и перенесли вот я тут специально подготовил куда их ставить осенью не соединяются легко без всяких проблем вот раз трясти тут ничто вот вот видите вот остатки кстати расплоды когда полностью в чела вся посветит останется просто вот это вот расплодины и так пчелы как таково и нет пчелы не будоражить просто перенесем ее на другой ящик и все вот вот такие вот проблемы грубо говоря если останется семей 30 40 из них можно будет сделать опять семей сто двадцать вот но что останется к весне не скажет никто и такая картина повсеместная вот и с чем это связано с изменением климата с вирусами или еще с какой гадостью вот но надо иметь ввиду что на кочевых пасеках это сказывается дрянь гораздо сильнее вот и сходит пчела на нет на стационарных пасеках шансов чтоб пчела осталась целая гораздо больше дело в том все в том что перемещение в климатических условиях усиливает эти слеты принцип принцип что запускает этот механизм неизвестен вот лечить нет не поймешь от чего и что лечить вот ну и вот я долгие годы пытаюсь выводом от лучших семей те которые перезимовывают хорошо выводить поколение чтобы была приспособляемость организма пчелиного данным условием конечно трудно это сделать потому как нет у меня не исследовательской базы вот и все делается ну грубо говоря вслепую вот так что ну посмотрим вот весной я покажу что от той семьи вот остался я вот ее покажу какого объема она вот здесь вот матка мне нужная вот чтоб набрать вот этот вот объем я стряхнул сюда вот таких вот горстей штук десять вот так что ну посмотрим что будет вот в принципе от безвыходности вот можно было конечно пойти другим путем на хорошую семью подсадить матку эту но они ее конечно могли убить вот но мне ее нужно сохранить поэтому я пошел другим путем вот ради сохранения нужного мне клемм материала всем удачи посмотрим что получится к весне